Подходите. Подходите. Переоденется? Давайте помолимся пока. Встали. Поблагодарим Господа, что пришли. И попросим благословения. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Все, присаживайтесь. Посмотрите пока друг на друга. Давно не видели. Сейчас чуть-чуть Надя придет. Приведет вам занятие. Ага, Гаша, а что ты так далеко-то ушла? Ай да, поближе. Сейчас еще загуляем вы будут, поэтому потеснитесь. Ну, это Тараса, еще и Суфин, еще Либия, Леонида. Все мне хорошо, мне повезло, что меня отошла без 15. Восемь, и я быстренько сменила, смену передала, а вот почти успела. Так долго зацепила. Вот. Какие у нас события на этой неделе были? Давайте пока вспомним. Так, какие события? Может, праздник какой-то? Да. Ну, у нас у православных почти каждый день праздник, потому что память либо одного, либо сегодня, например, день памяти Григория Палаама. Вот. А вчера какая-то женщина была. Да, какой-то женщина вчера была. Так, смотрите, чтобы у нас не получилось последний момент, к Пасхе. К Пасхе я подобрала сценочку, небольшую, момент воскресенья. Там два стражника, я так думаю, надо... Да, вот два у нас брата, примерно одного роста. Стражники, у них больше всего будет слов. Они начинают спорить о том, что... Один говорит, ну, что ты тут спишь? Да, кого тут охранять? Он же мертвый. Он, да, ну, вот нам сказали охранять. Ну, так, все степал. Давай, просыпайся, а то вот сказали, что вдруг ученики придут, украдут. Он говорит, да что украдут? Там камень такой большой. Ну, в общем, я вам слова раздам заранее, чтобы они у вас были, не потеряйте до пасхи, потому что еще пять дней. Надо будет нам как-то придумать камень сделать, который будет отвален там. Ну, как у него здесь картон и вырезать. Должен еще быть. Здесь могут быть девушки, девицы, сестрички. Это ангел в белой одежде и еще нужен будет Мария Вандолина. Ну, ангел, такой маленький ангел. Ну, что же видно было? Я, может, видеть. Ксюша Мария. Ну, давайте подумаем. Все, вот четыре человека, это небольшая сценка такая, ангел, два ангела, один ангел, два стражника и Мария Магдалина. А кто раз швыряет тупик? Чего? Вас никто не швыряет, не вы, там просто грохот будет, вы сами как бы отстранитесь и уйдете, все, потом уже выйдет ангел и все скажет. Вот. А еще, может быть, видели, вот в потеряйке часто разыгрывали, их несколько таких сценок есть, когда к врачу приходит человек и говорит, я болен, например, там, самолюбием, да, а врач говорит, так, в медицинскую одежду одевается, теряйте, вы ее часто разыгрываете, как ваша фамилия, например, он там говорит, моя фамилия Самолюбова, и он дает рецепт, как излечиться из этого. На рецепте написано место писания. Поняли, в чем смысл такой? И так приходит много-много, там очень много, мы выберем такие более-менее подходящие. И вот, например, сама Любова пришла, она говорит, я не знаю, что со мной, но мне кажется, что меня не любят, ко мне относятся без любви. Вот. А врач ее спрашивает, ну, а скажите, а вот как вы сами относитесь-то к другим? А врач говорит, она говорит, ой, ну, чушь я их буду любить, они меня вообще никто не любят, да? Ну, говорит, с вами все понятно, да? Вот такой вот. И потом, приводит местописание на рецепте и говорит, идите лечитесь, вот вам лечение, да? По писанию лечение. То есть, вот такая стенировка, разные-разные, там один кричит, говорит, да, я такую болезнь встречал, вернее, слышал, что, говорит, все время громко кричит, все время на крик переходит. То есть, вот тоже, может быть, потом после службы мы распределим это, хорошо с вами? В эти места. Так, что я вам еще хотела сказать? Про прощенное воскресенье мы с вами проходили? Да, проходили. Так. Про прощенное воскресенье про масленицу мы с вами, разбирали. А вот помните, совсем недавно, вот прям буквально это, буквально, может, недели две назад было, как называется, суперлуния, суперлуния и затмение, лунное затмение, помните было? Вот. Что такое лунное затмение? Кто как понимает? Я сейчас расскажу, зачем я это вам рассказываю. Это когда земля закрывает. Не солнечное затмение, когда солнце днем, и раз, и солнце померкло, а лунное? Когда земля закрывает луну. От чего закрывает? От солнца. То есть, вот представим, вот солнце горит, вот здесь земля, вот кругленькая земля, вот, например, представим, что это земля, а вот тут крутится луна, да, и когда земля на пути солнца, она, наоборот, вот так надо, земля же больше, а вот это, например, и земля полностью закрывает луну, и мы тогда не видим, тогда луны нет, выходишь вечером, луны нет, да, когда земля не закрывает солнце, мы видим всю луну, она какая, квадратная или круглая? Круглая. Круглая мы ее видим, а когда земля частично закрывает луну, тогда мы что видим? Вот здесь видите, как мы видим? Тремуугольник остается, да, тень от земли, да, тень закрыла, и половина луны не видна, и тогда мы луну видим в виде чего? Месяца, и месяца, какая сторона, как тень-то земли выглядит? Тень земли круглая, потому что земля круглая, поэтому земля и тень накладывает круглую, и когда мы видели это все в быстренном темпе, две недели назад, да, или сколько у нас было, мы видели, что находит тень земли, вот именно вот так, и скрывается, и вот совсем ободочек остался, если бы земля, допустим, была бы, как вот сейчас есть такое понятие, очень многие к нему так присоединились в интернете, что земля вот такая плоская, вот как эта книжка, тогда она, если перекроет луну, то что будет на луне? Полоска. Полосочка. Мы бы видели полоску, мы бы не видели вот эту кругленькую тень, правильно? И вот эта вот кругленькая тень тем самым показывает, то есть не надо лететь в космос, чтобы узнать, какой формы земля. Это видно на луне, когда идет лунное засмение, когда идет месяц, вот вышли на улице, с луны-то не только месяц остался, кругленькая тень от земли. Понятно? Вот. Поэтому, если вдруг вы где-то натолкнетесь, вы имейте в виду, вот так легко, не вылетая в космос, не сажаясь там на самолет, не надо на солнце лететь, чтобы посмотреть, и чтобы увидеть, в какой форме земля. Земля оставляет круглую тень. Понятно? Так. Что-то не в космосе, мы не в космосе. Я хотела... Ну, давайте вот из детской Библии тогда сегодня прочитаем. Я хотела по взрослой с вами подниматься. Возьмите какую историю, из ветхого лета или из нового? Из ветхого. Из ветхого? Ну, вот я прям открыла. Давид победил Галяха. Или вы это уже все узнаете? Я пока уже читала. Папа читал. Папа, мама уже... Мы уже все здесь, по-моему, читали. Про Самуила. Помните? Кто такой был Самуил? Помнилось. Сыр... Нет. Самуил. Самуил. Мы песню с вами пели на праздник. Пророк был. Так. Пророк. А какая интересная история рождения у этого пророка? Так. Как, Нестор? Ну, одна женщина приходила в храм и валилась в Бога, чтобы у нее родился сын. Но у нее никогда он не рождался. И к ней подошел... Была бесплодна? То есть плода не приносила? Угу. Тут ребеночка не было. Другой... Как звали другого, который к ней подошел? Это от двух, как он начинается. И. Восемь. И. Илья. 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 И к ней подошел и сказал, что Бог ей даст ребенка. И она сказала, что отдаст этого первого ребенка. Посвятит его Господу. И когда он родился, она ему отдала. Ну, не сразу, как он родился. Когда он вырос, когда он немножко подрос, да, уже. И она его... Как она обещала Господу? Да. Она четко верила, что ребенка ей дал Господь. И она сдержала свое обещание. Вот важный момент. Если вы даете Господу обещание, многие вот говорят, например, Господи, ну дай мне это, и я тогда вот это сделаю. Вот или это, вот только вот это. А для меня нужно вот... И молятся, молятся. Господь дает. И начинают. Ну, а зачем мне это делать? Да и начинают как-то юлить и не исполнять то, что обещали Господу. Понятно? А это как, скажите, хорошо или плохо? Плохо. Это очень плохо. Господь тогда может в раз все забрать. И еще с процентами. Пред Господом, если даете обещание, это обещание, это не перед человеком, это не на бумаге записано, это вы пред Богом дали. Это обязательно нужно исполнить. Дали какое-то обещание, выполните. Господь ответил на вашу молитву, и вы выполните это, то, что обещали. И вот Анна, она сдержала это обещание. Она говорила, дай мне сына, и я отдам его тебе. И несчастная женщина молила Бога о сыне. Обещала отдать, если он родится, в храм служить, чтобы он стал слугой Господа. Или священник храма не мог понять, почему женщина встает так долго. Он подошел, он к ней побеседовал, он даже думал, да что она там губами шевелит. Он даже думал, что может пьяная какая-то женщина подошла. Представляете? Потому что она так плакала, так, наверное, вот она там страдает через все. Он скажет, да, она какая-то что-то немаля, да, вот как-то. Да, слушай, и картиночку показать. Смотри, мальчик, мальчик Самуил. Помните, мы с вами песню пели? Самуил был посвящен, и при храме детка жил. Не помните? Мы на день рождения батюшки ее учили, пели. Наш батюшка же тоже в храме служит. Вот как Самуил, мы эту песню ему разучили, пели. Я не помню. Не помнишь? Мужем Анны был Елкана. Вот она через год родила ребеночка, и она его посвятила Господу. То есть привела его в храм, и он помощником был в храме с самого детства. И дальше история, как вот он вырос, как Господь к нему обратился. У Ильи были, у Ильи были дети, дети были грешные, нечестивые. Помните? Да. И Самуил, он был как сын этому священнику. Вот. И такой сын и преемник. Вот. И какое действие совершил в жизни израильского народа, было очень важное у израильтян. Что Самуил именно сделал? Помазал первого и второго царства. Правильно. Он помазал царя на царство. Первый был кто? Саул. Саул. Ну вот что дядя Игорь говорит, что вы вообще ничего известного за это не знаете. Смотрите, а что не начну? Говорит, вы все знаете. Говорит, вы вообще молодцы. Саул. Не напрягайся, не вспомнила вы. Вот. Он помазал царя. Раньше на царство слово называется помазание. То есть, ну это такой, как бы сейчас сказали, обряд, который нужно совершить. И после этого, это уже полноценный правитель, царь. То есть, такой, как бы, вот, ну не воположение, а вот помазание называется. И первый царь был Саул. Видите, у них все едины. На царство, да, очень часто. На и и на царство. Подавить. Подавить на дыр. Ну, доверь, доверь, да. Довери, иди к саду. Хорь, хорь, хорь. Все, потому что старо начнет. Видите, вы сидите, мама. Тоже смотрели. Как и саду. К сожалению, Саул, которого Самуил помазал на царство. А Саула как выбирали? Самый красивый, самый высокий. Ведь не было царя. Вот жили и жили без царя. Были судьи. А царя не было. И народ захотел царя. Богу, это было не очень угодно. Ну, что народ, ну, Бог сказал, ладно, да, вот просто я дам вам царя. И начали избирать, и начали, чтобы там, чтобы высокий, красивый, чтобы такой военачальник был, чтобы вот прям все, прием, ну, что вот какого-то ошибтика, да, там, брать, да, все, что, да, какой-то царь, да тебя даже вот соседи-то бояться не будут, скажут, что вот какой-то там мелкий. Ну, должен быть там косая сажень в плечах, чтобы все представительный на встрече высшему уровню. А что, не сказать, посадить не подстрелить. О, настоящий царь, да, какой. Вот, но он разочаровал, разочаровал и Бога, и священника Самуила. И когда Самуил видел, что, какие дела творил Саул, он был очень огорчен. И старому уже Самуилу, тому самому, который был мальчиком, и его мама посвятила его господи, вот уже старый, когда стал Самуил, ему Бог сказал, не печалься, Сауле, я дам народу Израиля другого царя. И кто был этот другой царем? Давид. Давид. А Давид был хорошим царем? Да. Это был самый лучший царь из всех царей, которые там были. Это Константин ведь. Это что Константин? Это через сколько ты... Константин был, это царь, император Римской империи. Это уже, это было, я не знаю, там, тысячу, наверное, лет спустя, после этих событий. Не говори, что попало, вот, что в голову пришло. Так, вот такой царь Давид, про который, как Господь сказал, нашел я брата по сердцу своему, да, это был царь Давид. А чем прославился Давид еще, вот, может быть, не все знают, что он царь, но во всем мире знают этого Давида, вот во всем мире. Про Голиафа, Дарит и Голиаф. Да, Рит и Голиаф знают, да, так, вот это... Псалтырь. Псалтырь, правильно. Вот, какая самая читаемая книга в мире? Псалтырь. Евангелие. Би? Библия. Библия. А какая книга из Библии самая читаемая? Библия. Евангелие. Евангелие и? Псалтырь. Псалтырь. Псалтырь читается чаще. Вот, на службе... Да, ее на службе Евангелие за год вычитывается, по-моему, ну, кусочками, да, отдельными. Ну, сколько прочитали? Несколько стихов, пять стихов, шесть стихов. А Псалтырь сразу раз, три псалма. Сколько там стиха в трех псалмах? Сразу несколько страниц из Псалтыря прочитывается. И за неделю, вот, сестра подсказывает, Псалтырь весь вычитывается в храме. То есть читается три-четыре псалмы, каждый день, утро, вечер, на часах, на службе, во время службы прерываются кофизмы читают, опять Псалтырь читают, домой приходят, опять Псалтырь, на молитве читают Псалтырь, после молитвы мы читаем Псалтырь. То есть Псалтырь по количеству прочтений самая читаемая книга из Библии, из Библии. То есть, получается, если Библия самая читаемая книга в мире, то Псалтырь из нее, то самая-самая читаемая, получается, это часть Библии. Ну, а тогда скажите, а какой самый читаемый Псалом? Девяностое. Восемнадцатый. Восемнадцатый, жилетский. Нет, пятидесятый и девяностое. Ну, я вот точно не знаю, но, наверное, пятидесятый, как оно читается, помилуй меня, Боже, покаянный такой Псалом, который, я считаю, вы должны выучить наизусть, кто еще не знает. Ну, это понятно, что наизусть его надо выучить. То есть, выучить на русском языке, чтобы было понятно, этот Псалом, это вот вам всем пригодится. Ну, и девяностое, конечно. Но пятидесятый намного, ну, мне кажется, такой даже важнее. Вот. Вот видите, как интересно, от Саула и дошли до Давида и до пятидесятого Псалма. Это Псалмы придумал царь Давид. Посмотрите, какой талантливый был человек. Он был талантливый, то есть он был писатель. Это мы читаем, это у нас не стихи, а там, я так думаю, что это были песни, это были стихи, это была рифма, это была высокая поэзия. Представляете, это тысяча лет до Рождества Христова. Это еще вот ни Россия, ни нашей страны, даже еще в помине даже никто нас не знал. Этого ничего у нас тут не было. Русь будет крещена только через две тысячи, когда появится. Вот можно я про пятидесятый Псалом скажу, что в интернете есть ролик, какой-то там грузинский священник или кто, он прям на арамейском языке поет пятидесятый Псалом. Насколько это поэтично и красиво звучит, и действительно на сердце ложится, и плакать хочется, потому что он покаянный-то. Вы посмотрите. Хотя не понимаешь, да, если не арамейско? Вот у меня вконтакте, я его выцепила, этот ролик, у меня есть вот кто, может зайдите, посмотрите. Грузин, да, поют? Ну, грузин он или армянин, он на арамейском языке поет. Покаянный. Покаянный, пятидесятый Псалом. А капелла или под какой-то мультикарный инструмент? Они там, ну, вроде как капелла, потому что у него еще там с ним девушки поют. Они в храме поют, а там акустика какая-то такая, что там... Это очень-очень такая. Уже запели. Все. Значит, по поводу сценки, это мы после службы, я к вам подойду, мы попробуем распределиться, кто кем будет. Хорошо? И подумайте, загуляй, у нас не было. У нас два стражника, но еще нужно нам ангел и... У врача очень много слов на язык надо говорить. Ангел и Мария Магдалина. Мария Магдалина, надо будет песню спеть. Может быть у нас... А, Нюша, она хорошо, у нее есть дикция, хорошо? Пойдем... Пойдем. А мы все остальные будем больными. Больными, и надо будет... Все, помогло. Продолжение следует... 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 Господи, помилуйся. Аминь, аминь. Отца, Господи, помини нас, Господи, И в добре и вше в Отца святое, Блаженни, нищие духом, Я, как дети, царство небесное, Блаженни, плачущие, Я, как дети, утешатся, Блаженни, кроссы, Я, как дети, наследят землю, Блаженни, алчущие, жардущие правды, Я, как дети, насытятся, Блаженни, милостиви, Я, как дети, помилований будут, Блаженни, чести и сердце, Я, как дети, благоузля, Блаженни, миротворцы, Я, как дети, сыновей Божьей, Нарекутся, Я, как дети, сыновей божьей, Я, как дети, царство небесное, Блаженни, длинно поносят вам, И, жену, ты, репутся, Зоков, благоузлящие венерадей, Радуйтесь и веселитесь, Блаженни, я, как дети, Божьей, воскреси, Из бедр поющие, Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok